Приветствую вас. Давайте я в своем ответе вам дам некоторые комментарии к тому, что вы написали. А после этого отвечу на ваш вопрос, который вы задаете. Итак, мы сможем вместе 10 лет, пишите вы. 10 лет это срок достаточно большой, 10 лет это срок достаточно серьезный. Вот. И в общем-то очень важно понять, что вас объединяет в этом аспекте. То есть, что именно вас, именно вас связывает друг к другу. И это очень важно понять. Важно вспомнить, как мы стали вместе. Ну вот, конкретно вместе, как мы стали. Как познакомились. Желательно, как познакомились. Как решили, что будете вместе. Почему вам было друг с другом интересно. И так далее. Это очень важный момент. На самом деле. Дальше. Я сейчас беременна. Есть дочка 3-х лет. Значит, тут тоже интересный момент. По сути, у вас сейчас намечается, да, двое детей. У вас был один ребенок, сейчас появился второй. На мой взгляд, очень важно понять, насколько адекватная была идея завести детей. Почему так быстро вы захотели второго ребенка, как муж отнесся к этому, да. То есть, вот как он это воспринял. Что у вас второй ребенок появился. Как первого ребенка он воспринял. Я имею в виду муж. Вот. Это, на мой взгляд, очень важные моменты. Которые необходимо обязательно учитывать. Если мы хотим разобраться с тем, что вы пишете, если мы хотим разобраться с тем, что происходит. Потому что отношения не формируются за, скажем так, ну, за один день. Ровно как и его отношения с девушкой. Так же, так же, не формируются за один день. Дальше. Сейчас выяснилось, что у него на работе есть коллега, с которой они вместе периодически проводят время после работы. С их слов гуляли в парке. Кушают вместе, наедине флиртуют с перепиской. Откуда вы это все узнали, Елена? Как все это вам стало известно? В результате чего? Сейчас он мне говорит, что ему ничего от нее не нужно. Нужна семья. Что он все осознал, что именно осознал. Что именно-то осознал. Нужна семья для чего? Вот он говорит, хочется изменить, что именно изменить. То есть, какие у вас проблемы были в отношениях? Ну, ведь, получается, что были проблемы. Получается, что какие-то сложности были. Вы же про сложности ничего не пишете, про свои сложности вы просто пишете, что вот 10 лет, вот у нас по сути двое детей, и выяснилось, что у мужчины есть коллега. Ну, так, а, а, и что, мой муж хочет все изменить. Так, а, извините, а что изменить-то он хочет? То есть, вот, а, ну, конкретно, что он хочет изменить? Ведь, если, а, ты хочешь что-то изменить, то, а, это означает, что что-то тебя не устраивает. Если его что-то не устраивает, нужно определиться с тем, что именно, и уже что-то делать. Понимаете? Понимаете? Пока что вы, судя по всему, вот, даже не знаете, что его не устраивает. Вот. Значит, отношения можно изменить в лучшую сторону, если работать с потребностями, то есть, если понять, что человек хочет. Отношения можно изменить, если не ждать от человека каких-то перемен, да, то есть, если вы не будете ждать каких-либо перемен от него, а если, скажем, будете сами менять, если будете сами что-то делать. Дальше. Возможно ли изменить в лучшую сторону отношения, которые до этого нашли, а до чего до этого? Да, возможно. Великий ли риск того, что все повторится? Ну, риск есть. Если не будет перемен, то риск есть. То есть, если не будете говорить о своих чувствах, если вы не будете прислушиваться друг к другу, в частности, если вы не будете открыто говорить, что вы хотите, что вам нужно. То, да, риски будут. Если вообще смысл пытаться сохранять такие отношения или доверие не вернуть, и отношения обречены на крах. Вы знаете, смысл, смысл, очень интересная штука. Знаете, есть такая поговорка, хорошая, на мой взгляд, поговорка, которая гласит, что в определенный момент все обрезает смысл. Так вот, смысл, смысл, он обретается, то есть, его можно увидеть в том, что вы делаете, если есть желание, конечно. Иными словами, очень важно определить, что для вас есть смысл, по сути. Конкретно, вот что для вас есть смысл. Вообще смысл есть, если есть чувство. Смысл есть, если вы видите, что человек вас любит. Это он делает для вас, что он заботится о вас, что он хочет, что хочет, что-то для вас и так далее. Смысл есть, да. Если вы сомневаетесь в своих чувствах, или если его поведение вызвало у вас обиды, то смысл работает над отношениями, именно над улучшением отношений. Нет, пока, пока вы свои собственные обиды не исследуете с психологом. Но я бы не рекомендовал это делать, пока вы беременны. То есть, вот, именно пока вы беременны, вам нужно все-таки спокойствие сохранять. На самом деле, пока. А когда, когда вы, соответственно, забеременеете, то есть, когда вы родите, начнете, вот, тогда уже можно будет и поработать. И с вашими отношениями, с вашими отношениями, и с отношениями к себе. С другой стороны, если есть желание, если есть желание, то можно и нужно работать над отношениями сейчас. Вот так вот. То есть, мне это представляется, мне это представляется примерно таким образом. Вы оба сможем обращаетесь к психологу. Вот, можете это сделать прямо на сайте. Вот. Значит, вы обращаетесь к психологу. Вместо сможем. Значит, работаете. Выясняете, что у вас за проблемы. Вот. И дальше уже, значит, каждый работает со своими проблемами. Ну и, естественно, периодически можно проводить и такие совместные консультации. Мне это видится так. Но у меня есть, конечно, сомнения по поводу того, как это будет работать, если вы беременны. Вот. Поэтому в приоритете для вас сейчас это родит ребенка, я считаю. А потом все остальное. Но это не означает, что вы не можете своему мужу сказать, что готовы его выслушать, готовы его понять, готовы его поддержать в том, что он хочет. И так далее. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.